Возможно ли само заживление трещин на бетонной поверхности? Если да, то что стоит за этим поражающим воображением механизмом? Инженеры в этой лаборатории в Университете Бельгийского Гента готовят смесь, которая напоминает обычный бетон. Это действительно бетон, только не обычная речь идет о материале, способном самовосстанавливаться, то есть без внешнего вмешательства герметизировать возникшие трещины. Этот бетон содержит полимеры с высокой абсорбирующей способностью. Когда поверхность трескается, в трещины попадает вода, и тогда эти полимерные частицы разбухают и заполняют собой трещины изнутри, препятствуя проникновению воды в толщу бетона. Трещина герметизируется. Полимеры в виде микрокапсул добавляются в бетонную смесь. И вот бетон залили. Теперь исследователи создают на поверхности трещины. Необходимое условие для эксперимента. Если небольшая трещина немедленно герметизируется, то никакого риска нет, она не разрастется, и нашей бетонной конструкции ничего не угрожает. Мы хотим, чтобы проблема решалась на начальном этапе, не приводя к серьезным последствиям. Это действительно достаточно. Какие еще добавки, в том числе биологические, могут помочь в разработке самозаживляющегося бетона? А ученые в Нидерландах нашли еще один вариант. Какой? Это бактерия. Мы обнаружили бактерии, которые в природе ищут условия, приближенные к жизни в бетонной толще. Они населяют скалистые местности, в частности. Нужна щелочная среда. Они не патогенны и не причинят никакого вреда ни окружающей среде, ни человеку. Споры бактерий в таблетированной форме замешиваются в бетон при приготовлении. Со временем, когда вода проникает в бетонные структуры, споры активируются, и в образовавшихся трещинах начинают развиваться бактерии. В естественном состоянии они производят кальциевое отложение. То же самое происходит в бетоне. Мы хотим понять, проникнет ли через созданную в трещине кальциевую защиту вода. Если да, то в каком количестве и через какое время после герметизации трещины. 70% туннелей, мостов и перекрытий в Европе сделаны из бетона. Ученые предсказывают добавкам огромный рыночный успех. Предложить свои разработки в широкое производство они собираются через 5 лет. Разумеется, бетон со специальными добавками будет стоить дороже, но стоит учитывать, сколько новый материал позволит сэкономить в будущем. За счет высокой сохранности бетона не придется тратиться на ремонт, да и срок службы конструкции намного возрастет. Цель исследователей – продавать таблетки, содержащие бактерии и лактат кальция, не дороже, чем сам бетон.